Во время встречи с активом Донецкой области президент Украины Виктор Янукович говорил о самых разных аспектах социально-экономического развития региона и страны. Он отметил, что так же как и весь мир, Украина в последние годы развивается в условиях экономического кризиса, а для государства, которое 60% продукции отправляет на экспорт, это очень сложный период. Тем не менее, президент призвал развивать реальный сектор экономики и в первую очередь сырьевые направления. У нас огромная сырьевая база. Сегодня мы перерабатываем немногим более от 18 до 19% сырья. От 18 до 19%. То есть, грубо говоря, 80% сырья в Украине не перерабатывается. 80%. Ну какое сырье это нужно посмотреть. И я имею в виду еще и глубину переработки. При этом президент призвал не забывать об экологии и обеспечить общественный контроль над всеми новыми проектами. Чтобы был общественный контроль и людей постоянно информировали, что происходит, какие проекты готовятся, какая экологическая составляющая, где бизнес вкладывает деньги в экологию, где не хочет, упирается и так далее. Об этом нужно открыто говорить. Здесь нужен открытый диалог. Для развития реального сектора экономики нужны инвестиции. Однако пока инвесторы не спешат в Украину. При этом, считает президент, из регионов поступает слишком мало предложений, что нужно сделать для улучшения ситуации. Большинство инициатив мы видим не из регионов, не из отраслей, к сожалению, и не от бизнеса, к сожалению. А мы большинство инициатив получаем от тех менеджеров, специалистов, которых мы привлекли из различных консалтинговых компаний. Президент призвал депутатов Верховной Рады более активно участвовать в процессе законотворчества. Мы же для себя это с вами делаем. Поэтому депутатский корпус, который у нас есть, достаточно большой представлен, большое представительство Верховной Рады Украины, он должен активизировать эту работу. Мы с вами должны посмотреть на все законы, существующие, как нам их модернизировать, что нужно сделать для того, чтобы инвестиции в Украину было выгодно оплатывать. Где чиновники на местах или недорабатывают, или злоупотребляют, или занимаются коррупцией. Это то, что пугает сегодня инвесторов. Как работает судебная система. Как работают налоговые органы. В 2012 году рост средней заработной платы в Украине составил почти 15%. Донецкая область пока отстает от этих показателей. Посмотрите, я не знаю в Донецкой области, вернее, я знаю, не хочу говорить в суд. Посмотрите, надо приподнять. Немножко ниже среднего. Да, средняя заработная плата в Донецкой области на втором месте после города Киева. А рост немножко отстает. Немножко. Поэтому надо немножко подрасти. Это у меня просьба к вам. Хорошо? Энтузиазма не слышу. Рассмотрите, пожалуйста, эти вопросы. Надо сказать, что наибольший энтузиазм в предложении президента о повышении средней зарплаты проявили задние ряды зала, где сидели журналисты. Бизнесмены, работодатели и представители местной власти отреагировали на него более сдержанно. Еще одна инициатива президента – создание в Донецке нового межрегионального центра неотложной медицинской помощи, который сможет обслуживать не только область, но и прилегающие регионы. Концепция создания такого центра первичной медицинской помощи, она готова. Проект, насколько я понимаю, в самое ближайшее время будет уже. Но одно дело – выделить средства, второе дело – как их рационально использовать, чтобы был соответствующий общественный контроль. И здесь уже, конечно, вопрос главы областной государственной администрации. Надеюсь. Власти Донецка планируют уже до конца третьего квартала определиться с площадкой для строительства нового медцентра. Есть предположение, что он может располагаться в районе шахты Октябрьска. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.